ПОЛИТИКА ЧАЙЛД ФРИ То есть это то, что было дано еще до грехопадения. И когда человек этим пренебрегает, он пренебрегает Божьим повелением, то есть Богом. Поэтому, конечно, все, к чему такой человек пытается прикасаться, и все, что он строит, разрушается. Почему это происходит? Потому что детей не хочет эгоист. Тот, который хочет пожить только для себя. Сейчас он прельщен тем, что социальная система страны, допустим, богатой европейской страны, может ему это позволить. Раньше этого, конечно, невозможно было себе представить, потому что люди в старости опирались на детей, не было никаких пенсий. Они прекрасно знали, что дети их будут кормить. Но на самом деле человек лишается удивительной радости своей жизни. Одно дело, когда Господь своим промыслом не дал человеку детей. Бывают такие и очень благочестивые, добродетельные люди. А другое дело, когда человек сам от этого отказывается. Вы знаете, раньше то, что это безумие, понимали даже атеисты. Например, у Вольтера есть такие слова. Он говорит, если к 40 годам комната человека не наполняется детским криком, она, к детским плачам, простите, она наполняется кошмарами. Потому что человек, который принципиально не хочет никому служить, даже своему родному, любимому ребенку, вот этот человек просто не может быть счастлив. Если мы говорим словами Христовыми, блажение отдавать, чем принимать, то если человек не хочет служить даже самым любимым, близким, и даже созидать их в этот мир не хочет, ну какое блаженство может быть? Только тоска и отчаяние. Ему кажется, что он поживет хорошо и для себя. А в конце будет пустота и отчаяние. И не случайно политика child free идет рука об руку с политикой эвтаназии. Не случайно, потому что люди, которые живут только для себя, они привлекают к концу своей жизни ужас самоубийства. Это логично и закономерно. Убереги нас от этого, Господи.